В течение всего летнего сезона Олимпийский центр Венспл становится домом для спортивных тренировочных лагерей, в котором тренируются спортсмены, приехавшие к нам развивать и улучшать свои спортивные навыки. Европейский рекордсмен по прыжкам в высоту украинец Богдан Бондаренко все еще тренируется на стадионе на этой неделе. Мы давно дружим с семьей Гриф, и они все время приглашали нас. И вот в этом году получилось так, что была возможность приехать. Плаума организовала этот сбор. Мы очень рады побывать здесь. По словам Богдана, такого спортивного комплекса в Украине очень не хватает, поэтому он рад, что решил провести здесь свои тренировки. Используются не только спортивные сооружения. Спортсмены пользуются кабинетом физиотерапии и помощью специалиста Райва Аршаускаса, у которого свой взгляд на травмы, полученные спортсменами, и свои методы их лечения. Мы посмотрели, что тут сделано все на высоком уровне, все находится в одном месте. Хороший стадион, тренажерный зал, манеж. В принципе, это база, где можно готовить олимпийских чемпионов. И я думаю, они готовятся у вас. Наши погодные условия также подходят Богдану. По его словам, тяжело тренироваться, когда температура воздуха 35 градусов. Он приехал сюда со своей семьей, с отцом, который еще является и тренером спортсмена. Одновременно с Богданом в лагере в Венспилсе тренируются латвийские спортсмены Лина Муза и Зигисмунд Сирмайс. В этом году мы пользуемся практически всей спортивной инфраструктурой, которая есть в Венспилсе. Утром и вечером плаваем в море. Вода немного прохладная, но это очень хорошо перед реабилитацией. Наш день начинается рано утром. В 8 я уже плаваю. Потом завтрак. И в 10 мы идем на первую тренировку. Затем обедаем, и у нас немного есть времени отдохнуть. Потом идем на вторую тренировку и вечером опять купаемся в море. Может быть, это не так интересно, но это наша работа. Спортсмены уже несколько лет приезжают тренироваться на Венспилскую базу. И им хотелось бы, чтобы и в Риге тоже для спортсменов было все организовано в одном месте. В данный момент они активно готовятся к чемпионату мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе в конце сентября. И вся команда Олимпийского центра заботится о спортсменах и делает все, чтобы они могли успешно здесь тренироваться. Я люблю своих спортсменов, и я ответственна перед людьми. Людей нужно любить. Если ты не любишь, многие, понимаете, не видят обратную сторону их жизни. Какой-то тяжелый труд готовится к соревнованиям. Что они переживают и морально, и физически. Здорово, когда ты победил, и у тебя есть медаль. Но обратная сторона всего этого, может, людям и не видна. То, как они устают, всех несчастья, травмы. Так вот, каждому надо помочь. И тогда зовут меня. Закончился тренировочный лагерь Оскара Бартоля и хоккеисты планируют вернуться в Венспилс еще раз. У нас проводились лагеря для фигуристов, бобслиистов и для спортсменов других видов спорта. А в августе также планируется принять шорт-трекистов и штангистов, которые примут участие в международном семинаре по тяжелой атлетике в августе.